Всем привет! Всем привет! Сегодня мы снова встретились с Дмитрием Шейниным и Антоном Махновским Дмитрий тренер по коммуникативным навыкам и целеполаганию Антон гештальтерапевт бизнес тренер и коуч Поехали! О чем поговорим? Сегодня мы поговорим о функциональной и бы так сказал бы даже сегодня мы поговорим о функциональной закрепленности сегодня мы поговорим о функциональной закрепленности или о том как люди неосознанно ассоциируют себя со своими ролями социальными, семейными ролями во всех отношениях и именно вот эта закрепленность мешает им быть гибкими эффективными и так далее более того в некоторых случаях когда человек очень сильно залипает в свою роль и ведет себя неосознанно то есть все его поведение все его поступки являются уже не его а его роль и у человека возникает иногда такое непонимание что же с ним не так происходит он пытается что-то сделать и он крайне неэффективен по той причине что он выбирает роль которая для решения какой-то задачи она максимально отдалена от эффективности и он не может понять что же с ним не так но с ним оказывается все так единственное что неверно выбрана роль то есть к примеру человек там что учится на кого там на врача например учится-учится там заканчивает потом интернатуру выходит начинает там практиковаться и со временем он привыкает что он например там терапевт и со временем происходит вот это еще очень распространенная фраза профдеформация так называемая это как раз и есть что залипают люди в свою роль то есть он смотрит уже на людей и общается через призму своего медицинского опыта то есть он видит какие-то вот свои профессиональные там болячки у людей видит или еще что-то видит или предположим чиновник то есть он приходит получает какую-то должность где от его решения от его подписи зависит там какие-то процедуры какие-то действия и со временем он привыкает к тому что от его решения зависит там судьба каких-то там событий и со временем на другие контексты это его роль переносится это переносится на контекст семьи детей взаимоотношений с родственниками поведение где-то там в общественных местах то есть везде эти люди транслируют одну и ту же роль и им сложно переключаться более того на каком-то этапе люди вообще перестают переключаться и им легко и удобно быть в одной роли то есть знаешь как помнишь это вот поговорка да что если у тебя в руках молоток то все проблемы похожи на гвозди здесь похожая история связана с тем что это легко ну кого-то это беспокоит кого-то нет кто-то вообще даже не подозревает о том что он играет роль что ему кажется что вот он там врач или он там кто он там чиновник или он там коммерс и вот он гармоничен во всей красе этой роли но предположим роль коммерса в семейных взаимоотношениях она не очень эффективна скорее всего а я понял ты говоришь о том что человек фиксируется на роли он фиксируется и начинает эту роль играть во всех контекстах вот об этом речь как раз роль коммерсанта дома роль коммерсанта дома то есть например начинает платить жене жене на чай жене на чай борьборь съел я не говорю что это плохо или хорошо речь не про оценку а речь о том это эффективно или это неэффективно начинает платить деньги ребенку за хорошие оценки например это распространенная история достаточно мы не говорим о том что это плохо или хорошо речь вообще не об этом речь о том что если эта роль эффективна и при помощи этой роли человек достигает своих целей достигает там своих там намерений все в порядке но совсем другая история когда человек применяет вот эту свою роль в тех контекстах которые ну вот вообще никак не пересекаются ну например коммерс приходит в больницу ему надо что-то там профилактику да какую-то то провести он начинает говорить так значит что за что кому чего дать но то его подразумевает определенные процедуры только если он просто за что-то даст деньги не пройдя процедуры ничего не меняется помнишь как какие-то там есть моменты связанные с треугольником кармана когда люди приходят к врачу типа ты врач ты и лечи за твоя типа работа ты должен типа и меня там как то там подкрутить где-то раздевайтесь вот вам 200 баксов и я не раздеваюсь да 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 вот из этой оперы то есть в этой ситуации роль коммерса она ну все она нулевая то есть не будет эффекта никакого или допустим он пришел в другое какое-то учреждение где нужно тоже пройти какие-то определенные процедуры связанные с там я не знаю там например с получение прав там на собственность ну к примеру от того что он будет начинать давать денег и нарушать процедуру ну скорее всего ничего не изменится вот то есть должна пройти какая-то процедура ну там опустим подробности но суть такая что должен выйти там какой-то специалист который должен сделать например там замеры и так далее так далее так далее то есть сама по себе там взятка или деньги она не решает задачу то есть физически должны произойти какие-то вещи и сам момент что типа дам денег ничего ничего не меняет все давайте без вот этого а как без вот этого то есть но это может быть такие банальные пример но тем не менее это не срабатывает и другой момент когда человек понимает что что-то с ним не так и он пытается действовать исходя из каких-то привычных своих ролей и он не получает желаемый эффект и возникает вот эта история которую мы с тобой говорили в предыдущем панкасте что жизнь начинает выглядеть как бег по замкнутому кругу то соответственно человек начинает задавать вопросы что я делаю не так почему мои стратегии не срабатывают и в этот момент он получает какую-то подсказку даже например как это видео что начинает понимать что он и его роль роль его допустим у нас какие у нас там есть основные роли роли в отношениях то есть например там кто там сын дочь муж жена брат сестра отец дочь и так далее и мы исходя из вот этих отношений с разными нашими родственниками ведем себя по-разному то есть давай вот пример приведем например ты сидишь например ты пришел в гости к своим родителям и сидишь там с отцом общаешься так но ты приехал предположим с женой с дочкой и в этот момент когда ты сидел общался с отцом и тебе в комнату заходит дочка тяж происходит ну какое-то переключение что тебе нужно включить отца правильно каким-то образом и в этот момент получается что ты в двух ролях должен себя проявлять правильно это кажется нормальным вот а если допустим например по какой-то там случайность или совпадению пришел сосед который тот война при этом какой-то друг детства ну к примеру нужно еще одну роль включать правильно и так далее то есть есть все равно какой-то предел сколько ты ролей можешь в одну в одну единицу времени удерживать но я так понимаю что эффективность начинают падать ну смотри у нас же есть такая замечательная вещь как творческое приспособление что психика если у нее нет никаких фиксаций неврозов избегание полярности и прочее она сама приспособиться она вот у всех людей которые находятся в комнате будь то друзья бабушки и тети собаки тогда начальники депутаты и так далее все они находятся и ну например в одном месте у всех включается творческое приспособление и если нет жестких фиксаций все все равно ведут себя каким-то естественным образом нет никаких напрягов и пересечении контекстов типа либо я депутат либо я папа тети сестры отца ну и так далее поэтому мы здесь говорим что дискомфорт будет наверное только если есть все таки как какой-то затык какой-то невроз какой-то избегание какая-то естественно травма когда человек привыкает какой-то роли это же тоже соответствует это что же следствие ну смотри я говорю про то что депутатам быть хорошо но если ты невротический депутат и ты дома депутат и ты в бане депутат и на рыбалке депутат это надоест это надоест окружающими ты будешь не не получать борща будешь недополучать общились или сметаны в борща тебе будут не докладывать там прикормку тебе или блесны не дадут ну и так далее и писька психика отлипнет от депутатства потому что она поймет депутатам на рыбалке быть не алё за кухонным столом в семье депутатам быть тоже не алё и эта роль отвалится отлипнет и ты не подстроишься под контекст ты будешь дома есть депутатский борщ только если у тебя депутатство невротическое если у тебя в поликлинике включается коммерс они клиент или больной то ты невротический коммерс само собой поэтому тут вопрос только в том работает творческое приспособление или нет гибкий ты или нет а если тебя фиксануло нужно уже посмотреть а чё это ты везде пальцы растопыриваешь что-то ты везде коркой машешь даже в ветеринарной лечебнице заходишь там полечите моего кота вот вам корка типа зачем да причем здесь твоя депутатская неприкосновенность то есть момент абсолютно верно что мы же к чему идем мы говорим мы идем к тому что если у человека есть достаточная гибкости нет вот этой вот фиксации ему легко переключаться у него включается вот это вот творческая приспособляемость все хорошо как раз речь идет о том когда человеку тяжело выключаться то есть понятно что это все связано с неврозами понятно что это все связано с там с воспитанием в детстве в том числе и вот эти все залипания они имеют какую-то причину это естественно или допустим у мальчика папа был начальник какой-то и он а папа был залипший на этой роли и у меня был знакомый который был директором очень большом предприятии и когда я к нему в гости приходил у него был маленький сын было там порядка может семи или восьми лет сейчас точно не помню но он уже себя вел как папа вот как начальник тут есть два две крайности либо папы ну либо либо дети ведут себя не как папа либо как папа две крайности если папа был ну зафиксированный папа был зафиксирован то следующее поколение она либо болезненно воспринимает такие проявления либо наоборот копируют например если папа алкоголик то следующее поколение либо жесткий алкоголик либо зоживец среднего не среднего скорее всего не будет поляризация тоже наследуется тоже по наследству они и причем забавно если следующее поколение жесткого отказ то есть если первое поколение алкоголизм следующее поколение зож после зожа потому что зож это тоже фиксация скорее всего тоже будет алкоголизм а после И для алкоголизма тоже, скорее всего, будет ЗОЖ. Через раз. Есть же уже подтвержденная теория, что бабушки, дедушки лучше понимают внуков, только как раз по этой же самой причине. Ну да, тут фишка-то в чем? Потому что жесткая фиксация, она приводит к тому, что дети чего-то недополучают и травмируются. Потому что если папа дома по-депутатски не поет колыбельные и не читает сказки, ребенок травмируется. Поэтому у него в голове депутат плохой, больно. Будем, например, оппозиционера записывать. Антидепутат. Да, антидепутат. Записываемся на Болотную площадь. Если ты зафиксирован на Болотной площади, ты также будешь по-оппозиционному читать своему ребенку сказки, и он об тебя травмируется. И подумает, а оппозиционер, сволочь, холодная, бесчувственная, бессердечная. Все они оппозиционеры, бессердечные сволочи. Точно. Пойдем-ка мы в депутаты. Поэтому неврозы и фиксации, они в основном через поколение наследуются. Спрашиваешь, у тебя бабушка такая? Откуда вы знали? Откуда вы знали? Откуда вы знали? И прабабушка она такая же была. Вы ясновидящий. Да, а мама у вас вот такая. Мама такая, а прабабушка была как мама. Точно. Откуда вы это знаете? Да. Вот, теперь еще одна история, когда мы немножко на другой уровень вверх или глубже переходим. Когда человек закреплен как, например, начальник или закреплен как какой-то родитель или как кто-то. Но у него есть конструкция, что если я начальник, то у начальника должны быть вот такие проявления. Властный, например, с командным голосом и так далее. То есть в его модели есть всего несколько наборов критерий и только эти критерии олицетворяют вот эту роль. То есть что здесь можно оставаться начальником, но начальники тоже разные бывают. Здесь мы можем оставаться там, допустим, кем-то там, допустим, там человек закреплен там как учитель в школе. И он везде всем рассказывает, как надо быть, как надо жить, потому что он настолько уже привык к своей роли учителя, что он всех там что-то поучает. И в его конструкции есть как раз вот эта вот какая-то критериальная закрепленность, что если я учитель, то это нужно рассказывать как правильно, нужно рассказывать как неправильно и так далее. То есть мы можем даже в рамках одной роли, в принципе, расширить контексты и понять, что мы можем по-разному играть эту роль. По-разному можно играть роль врача, по-разному можно играть роль начальника, депутата, там отца, матери, там брата, сына и так далее. Потому что если, предположим, был какой-то невроз или неврозы и были какие-то конфликты и, предположим, есть холодные отношения между там, например, сын, мать, дочь, отец, например, то можно же быть разной дочерью, можно быть отзывчивой, внимательной, можно быть холодной и отстраненной, предположим. И в зависимости от нашего понимания, что мы можем по-другому эту роль играть, мы действительно можем менять свои состояния и более того, мы можем для себя открывать новые возможности с точки зрения результата общения, результата взаимоотношения. Вот этот фильм был пару лет назад, «Сплит», да, назывался он? «Сплит», а в этом году, да, в этом году вторая часть вышла «Стекло». Вот, когда у него было сколько там, 23 роли? Помню, 32. Или 32, то есть суть в том, что он постоянно переключался и было непонятно, кто он в данный момент. То есть только там кто-то мог понимать, что он вот такой. Такая же есть, вот, допустим, очень распространенная история у индусов, они очень быстро переключаются в ролях. То есть они очень раскрепощенные, то есть они как только чувствуют, что какая-то роль не включает собеседника, например, переговоры, они тут же переключаются в другие роли. Они настолько текучие, что, ну, имеется в виду бизнесовые сгибки, гибкие, что они могут переключаться по нескольку раз там за короткий промежуток времени, подбирая, как мы уже говорили, да, ключик к собеседнику. А в какой роли наиболее эффективные переговоры? А в какой роли наиболее эффективное взаимодействие? Здесь может появиться такая иллюзия, что такой это сугубо прагматичный взгляд, но с другой стороны мы посмотрим, что если мы закреплены в какой-то роли, и у нас не получается с кем-то о чем-то договориться, получить желаемое, то какая от этого польза? Ну да, мы опять же возвращаемся к творческому приспособлению. Использование чьих-то ролевых моделей – это хорошо. Зачем мне самому изобретать велосипед, когда я могу посмотреть, как себя ведут другие врачи и быть примерно таким же врачом? Следующая история. Но, когда мы эту модель обкатываем в боях, она все равно садится по нам. То есть мы заказываем себе пиджачок, но мы потом его подгоняем все-таки под себя. Ты, наверное, говоришь про тот дискомфорт, когда я использую чью-то ролевую модель и не могу ее подогнать под себя. И от этого мне дискомфортно. Под мою фигуру пиджак не подогнали, и он мне где-то велик. Да, ты правильно говоришь, просто первый момент, что сейчас, наверное, кто-то вообще к своему удивлению узнал, что есть готовые роли и есть целая стратегия, когда мы можем моделировать чужие роли и, как ты правильно говоришь, адаптировать их под себя. Что мы можем, грубо говоря, делать вот эту библиотеку этих ролей, она может быть до бесконечности наполненная сколько угодно. Есть, ты же знаешь, да, есть книжки по моделям, по моделям великих. Есть книжки просто там, как этот, каталог. Кем вы хотите быть? Наполеону. Сталин там, кто? Черчилль. Махатма Ганди. Махатма Ганди. Мать Тереза. На любой вкус. Единственное, конечно, я не знаю, кто их снимал, и я не знаю тех людей, кто пробовал их прямо надеть и испытывать в боях. Я больше доверяю тому, что я сам снимаю. Живой контакт. Да, да, да. Конечно. Это более эффективно. Но сам факт того, что в книжках описаны модели каких-то великих людей. Ну, к сожалению, часто это все-таки больше пиар, например, особенно те, кто еще ныне живущий, как, допустим, тот же там Ричард Брэнсон, Илон Маск. И многие пытаются моделировать не Илона Маска, а то, что о нем написано. То есть в качестве пиара, да, как он там супергениальный, какой он там супер-купер парень. Но я тебе могу сказать, что если бы у тебя была такая же господдержка и такой доступ к ресурсам, то ты тоже был бы прям вообще продвинутый-продвинутый. И тебя бы моделировали, точнее, твоих копирайтеров и... Конечно. И маркетинговых и пиар-менеджеров копировали бы. Абсолютно верно. Поэтому нужно с этим тоже быть очень аккуратным. И я с тобой соглашусь в плане, что лучше снимать модели и ролевые проявления с живых людей, делать это лучше самостоятельно. Тогда, а, это будет гармонично, б, это будет более продуктивно и быстро. Но нужен доступ к телу. Обязательно. И нужно каким-то образом еще и заинтересовать, чтобы провести интервью, чтобы снять модель. Само собой. Это вообще было бы идеально. Потому что если даже мы будем иметь доступ к телу, но мы не получим подтверждающие ответы на наши вопросы, чтобы понять весь объем роли, то, скорее всего, мы тоже будем снимать какую-то искаженную модель. То есть, ну, это как бы глубокая работа. Но эффект в том, что если мы позаботились об этом, если мы правильно сняли модель, всю ее, весь ее объем проработали и на себя одели, адаптировали, проверили, как ты говоришь, в боях и потом еще подкорректировали, то мы получаем эффект достаточно быстро. Да, возможно, сейчас те, кто впервые слышит эту всю историю, им кажется, все это сложно, как это все делается. Велкам есть курсы, либо это интенсивный, либо модульный NLP мастер, где как раз центральная история – это моделирование. То есть, моделирование качеств человека, моделирование его стратегии и так далее. Навыков. Навыков. Если вам нужен какой-то практически навык, вы хотите научиться что-то делать, чего вы делать не умеете, но видите, что кто-то другой умеет, можно снять с него эту модель, этот навык, с помощью инструмента NLP мастер, комплексное моделирование, и одеть на себя. Да. Поэтому, что, финализируем? Да. Больше, была какая-то передача когда-то советская, больше товаров хороших и качественных, а здесь больше ролей эффективных и рабочих. И чем больше у человека есть проявленное творческое… Творческое приспособление. Творческое приспособление, тем ему проще себя вести, тем ему проще, кстати, собирать новые роли. И чем большим объемом, чем большим количеством ролей вы владеете, тем у вас выше степень гибкости. То есть вы можете переключаться между ролями в любой момент времени и подбирать к данной ситуации максимально эффективно ту модель, ту роль, которая приводит к желаемому результату с меньшим количеством затрат и… За всех ресурсов. Да. За короткий промежуток времени. Да. Использование чужих ролей – идея шикарная, правильная, полезная. Но если вы испытываете дискомфорт при использовании каких-то ролей, если вы испытываете сложности, как из одних ролей выключаться, или как их адаптировать под себя, или как автоматизировать, скажем так, переключение между ролями в разных контекстах, это говорит о том, что у вас есть некие причины, некие фиксации, некие неврозы, некая неэффективная работа творческого приспособления вашей психики. Это сигнал такой к тому, чтобы обратить на это внимание, что в этом механизме работает неправильно, работает недостаточно эффективно. Обратить на это внимание, поработать с этим, с оператором, с терапевтом, с НЛП-терапевтом, ну и так далее, что вам больше нравится, и довести это до автоматизма, чтобы получать от жизни то, что вы хотите в нужном объеме, в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами сил, пользуясь чужим опытом, результатами чужого труда, возможно, даже. Согласен. Приятного аппетита. Пользуйтесь. Спасибо, что вы были с нами. С вами был Дмитрий Шенин. И Антон Махновский. До новых встреч. Привет. Пользуйтесь.